Для начала вплотную заняться картошкой и начинкой, да? Потому что это у нас займет время. Давайте я... Прежде всего, картошки начистить, поставить, варить. Потом можно готовить тесто. Все, одну секунду, картошка, картошка. Вот картошка у нас. Сейчас молнилась. Очень важно, чтобы картошка была вкусная. Знаете, есть картошка вкусная, а бывает вкусная. Вы знаете, мы когда на рынке покупаем картошку, мы говорим, дайте нам, пожалуйста, вкусную. Розовая должна быть вкусной. Должна быть вкусной. Сколько нам нужно? Подскажите. Килограмм я рассчитываю. Килограммчик. Можете так наглазить? Хватит уже, я думаю. Да? Так, а я, знаете ли, что, я возьму... Такой ножичек есть? Да, конечно, вот, держите. Это прошли те времена, когда нам, знаете, не было. Так, подождите, нам, наверное, нужно налить сейчас... О, как хорошо. Водички, знаете, для скорости, может быть, поставим уже на огонь. Давьте воду, да. Может быть, уже поставим ее и на огонь. Так, аквафор пришел к нам в дом. Ваня? Да? А у вас были приняты вареники когда-нибудь? Вы знаете, я вам сейчас расскажу. Водичку надо. Так, а давайте прямо, может быть, для того, чтобы ее... Водичку. Водичку сейчас, секунду. Водичку сейчас. Ну-ну-ну, и что же? Так вот, и были какие-то блюда? Вареников не было, честно вам скажу. Вареники, вареники же... Помогите мне, это же не обязательно именно украинское блюдо. Это такое блюдо, я бы сказал, просто южное. Вы знаете, юг, восток, вообще любят тесто. И в том числе, я думаю, немалую роль сыграли те переселенцы Украины, которые на Кавказ переселялись. И везли с собой эту культуру, наверное. Вы же родились в Махачкале, то есть на Кавказе. Я, да, в Махачкале. Ты где станешь? Вот это... какая кухня у вас в доме-то была? Что ели? Основные какие блюда? Вот вы знаете, калмыцкий чай, вы знаете, что такое? Калмыцкий чай? Калмыцкий чай. Это когда ты пьешь чай с кирсоном и линжимом. Может быть, оттуда пришел этот чай. Но я помню, вот в Махачкале, ну, на молоке и воде сначала отваривается чай. В Москве он продавался в чайном магазине, как плиточный такой, утрамбованный. Вот. И его отваривали, потом туда молочко запускали, процеживали, конечно. Потом молочко запускали, подсаливали, подперчивали и добавляли, как его, масло. Так, у нас вообще картошка, вы смотрите, это хорошее, в ней практически нет глазиков, назовем это так. Вот, Ванечка. И я помню, сколько себя, столько вареники, они ведь требуют все-таки времени. И возни с ними. Я помню, когда маленький мой младший бегал, Максим, он все говорил, с картошечкой, с картошечкой. С картошечкой, да? С картошкой. Слушайте, ну да, ну а как вы, то есть вы и в вашей семье, вы тоже продолжали, это не ходили время? Да. Обязательно. Посмотрите, пожалуйста, дорогая Зинаи Михайловна, картошку мы... Чудесно. Давайте, наверное, мы ее будем... Порезать ее можно? На четыре части. Не надо, четыре, это она будет... На две? Она успеет свариться, я боюсь, что она выварится. Ага. Я думаю, она успеет свариться, потому что трудоемкое тесто надо вымесить, отбить как следует. Ну, у нас еще помимо картошки, у нас еще много всего. Так, хорошо. Вот. Мы переходим, соответственно, дочищаем картошку. Напоминаю всем нашим зрителям, что мы сегодня делаем вареники по рецепту народной артистки Зинаи Михайловна Кириенко. И делаем еще... Да, это же ваш рецепт, как вы сегодня говорите? Да, это мой. Хотя он тоже заимствован от детства. И тоже из детства, да? Конечно. Окей. Так, все. Порезали, накрыли, солить будем потом. Давайте это я сейчас все уберу. Посолить водичку можно. Ну что, еще трудоемко, потому что много надо резать луку. Это позвольте им, позвольте. И довольно мелко. Позвольте, это сделаю я. С удовольствием позволяю. Понимаете, вот такие вещи, такими вещами у нас занимаются подмастели. Слушайте, а может быть мы начнем тогда уже и тесто потихонечку, так, чтобы не терять время? А что мне делать? А вот смотри, ну-ка, все есть, все готово. Ай, а чего же я стою? Вот, Дмитрий Михайлович, ну если честно, вот просто стоите и радуются сердцем. Я заслушалась. Да и хорошо. Не думала я, что мне вновь придется демонстрировать свое искусство. Хочу вас расспросить, конечно, вы работали же с великими режиссерами отечественного кинематографа. Расспросить, а что, мне вот всегда было интересно, вот Тихидон снимали? Что ели на площадке? Ну, ели, всегда кухня была, привозили еду обязательно. И с мисками. А какие у Герасимова пристрастия были? А это другой вопрос. Сергей Полинаевич пельмени готовил. Он был великий пельменчик. Сергей Полинаевич Герасимов сам. Сам лепил, готовил. Он очень здорово это делал. Но, конечно, когда была большая компания, женщины включались. На это и расчет, я думаю. Конечно, конечно. Когда мужчина начинает все готовить, готовить, а потом тихонечко... Важно задать. А женщина уже все продолжает. Да, и руководить. Слушайте, Зинаида Михайловна, а нам вода нужна с вами теплая? Теплая. То есть тогда у нас будет как бы... Что мы ее прямо сейчас подогрели. Прямо подогреем, вот чуть-чуть. Угу. Так. А, забыла. Что? Знаете, водичку надо лаврушку. Вы не солили еще? Нет. Сколько нам нужно лаврушечки? Киньте пачечку. Вот так вот. Отлично. И немножечко, ну вот, соли. Да, это кашу маслом не испортит. Так, все. Посолили. Отлично. Последняя луковица. Слушайте, да, это... Лука-то немало. Значит, Герасимов любил пельмени. Любил пельмени. Рассказывайте про Бондарчука. Вы знаете, Сергей Федорович удивительно был... Не при таком виде? Нет, скрытный человек. Скрытный. И понять, что он любил, что он... Да, то есть такого не было, чтобы, например, вот вы... Нет. ...снимались в «Судьбе человека» и всей компанией собирались потом... Нет, 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 никогда этого не было. Совсем другая обстановка, хотя очень интересная по-своему творческая. Слушайте, а расскажите, вы же у Герасимова учились прямо на курсе? Да, на курсе. А как вот это... Вообще, как вы решили связать свою жизнь навсегда? Ну, тогда-то вы не знали, что навсегда с кино? А вы знаете, вот, когда я жила в Махачкале, приехала тетя моя, младшая мамина родная сестра, она была цирковой артистой. Но это было зарождение мечты. И вы увидели как тетя? Она была необычайно красива, тогда артисты ходили, выделяясь из общей массы, тем более цирковая артистка, на ней было какое-то облегающее платье, она с такой вот осиной талии, с формами женскими, знаете? Я бы, да, я знаю ее. Я не видела ее в программе, потому что я была маленькая, но я запомнила... И, в общем, на вас произвела вчителя. Да. И вот с той поры, и потом, когда мы уже оказались в станице, было только кино. А знаете, как в кино ходили, особенно в станице, принаряжались, считали это... События, да? Идут, да. А кинотеатра уже не было, наверное, экраном? Нет, был Дом культуры. А, был, да. Не могу сказать дворец, но хороший, большой такой Дом культуры был в этой станице. Слушайте, все у нас... И был где-то маленький кинотеатр, куда тоже ходили. А, вот еще добавьте. И чуть-чуть еще. 50 грамм. А, пожалуйста, пожалуйста. Сюда. Прямо вот так вот выливаем? Прямо вот так. Одно яйцо? Два, я положу. А два яйца, сколько муки? Вот сколько войдет в тесто. Лишнее не войдет, понимаете? Так. Клечко. Вот. Ну. И что? А помните фильм, который вас покорил? Помню. Представьте себе первый фильм «Человек с ружьем». Да ладно. То есть можно, я могу сказать, что Зинаида Киренко решила стать актрисой, когда посмотрела фильм «Человек с ружьем». Нет, нет. Нет, все-таки так, не до такой степени. Так, что получается у Зинаида Киренко? Вот, видите, уже я его, как говорится, собрала. Вот действительно, то, что... А теперь сюда. Ну, при желании вот это все надо просеять, чтобы кусочки все ушли в тесто. Ну, мы это... Мы сейчас не будем это делать. А тут, вы знаете, вы так сделали, что ничего и не ушло. Слушай, так может тогда мне начинать уже жарить лучок? Можно. Знаете что, давайте прежде чем... Вот я хочу, чтобы вы все посмотрели, какое получилось сладное тесто. А еще не получилось, да. Ну, посмотрите, ну красиво, как выглядит. Я бы уже это поставил в печь и съел. Видите? И вот теперь, друзья, у нас нарезаны три огромные луковицы. У нас варится картошка с лавровым листом и с солью. У нас практически готово тесто в исполнении Зинаиды Киренко. А сейчас у нас короткая, прямо сейчас пауза, друзья, после которой мы вернемся. И вы знаете, что осетрина в переводе с чешского означает «Мамаша, не волнуйтесь, это мы интернет в ваш дом проводим». С любимыми не расставайтесь, Всей кровью прорастайте в них, И сало каждый раз кусаете, Когда заходит проводник. Дорогие друзья, смотри, у нас в гостях сегодня Зинаида Киренко. Мы готовим настоящие, настоящие фирменные вареники. Слушайте, вот вы смотрите, что произошло. Руки чистые. Совершенно без теста. Значит, это должно быть, да? Я их не мыла, не чистила. Все, вот такое тесто. Теперь, чтобы оно было эластичное, абсолютное, И хорошо лепилось, надо отбить его. Вот так. Дети любят, знаете, играть с тестом. И господи, да. Я их, давай, давай. Прямо так можно делать, да? А для чего это вот? Сильно. А вы посмотрите, какое оно будет. Сильнее бить и бить. О! Да, да, да. Вы знаете, вот я думаю, что для того, Чтобы был наиболее хороший удар, Надо представлять лицо начальника своего кандидата. Вот, посмотрите. Слушайте, как интересно. А видите, как меняется его фактура? Вы знаете, моя фактура уже начинает меняться. Нет, нет, нет. Тесто становится таким мягким, мягким. И как долго это нужно делать, Зинаида Михайловна? Да как устанете, так можно. А, как устанет. Мне кажется, что тесто начинает тихонечко... Вань, да ты обалдел. Ну это мы же на телевидении, не надо. Все, по-настоящему делать. Все. По-моему, ужасно. Слушайте, а у нас картошка сварилась, я с вашего позволения... Вот, вы видите, как она стала. Чуть-чуть капельку водички. Ну чуть-чуть прямо. Вот чуть-чуть и надо. Может быть, надо будет подить, если будет очень крутая картошка, очень сухая. То есть не просто водой, а именно вот тут, которая варилась. А именно этой, с ловушечкой такой водичкой вкусной. С ловушкой. Сейчас я чуть-чуть... Посмотрите, это вообще такой кропотливый процесс. Вот так, да? Отлично, да, да, да. Так, скажите, мы прямо же здесь, наверное, можем ее потолочить, да? Кожей там, конечно. И что? А что нам мешает ее прямо сейчас потолочить? Или рано еще? Вот сейчас и надо. Пока она горячая, она легче и мельче рассолчется. Посмотрите, пожалуйста. Вот я прямо... Прекрасно. Ну, Вань, это же просто как пюре там. Да. И потом, вот мы лук не поставили жарить. Сейчас я поставлю жарить. Ага. Потом мы туда много луку с маслом с этим подсов... Вот все это вместе. В котором жарилось, да? Посмотрите. Ну вот, да? Если надо будет водички, подольем. Да, отлично. Пускай стынет. Все, пусть стынет. Давайте оставим ее, пускай стынет. Ее отодвинем вот сюда. А сейчас здесь мы сделаем... Мы сделаем... Мы сделаем такие блины. И мы так делали когда-то. И потом берет, чтобы они были все одинаковые, гладенькие. Потом берет, переворачивает стакан или какую-то баночку с такими резкими краями. И выкручивает эти самые кругляши. Но я предпочитаю вот такую колбаску, которую режут. И прямо каждую, прямо каждую отдельно, да? Как-то... А, как же, конечно. Как каждое его отдельное варенье. Вареник-то, каждый отдельно. Но вы же вареники большие. Это пельмени можно при помощи стакана, да, вырезать? А вареники можно какие-то... Нет. Пельмени, я не знаю, тоже так можно. Просто резать маленькими, тогда будут крохотные. А я делаю побольше. Вечно же времени не хватает. Дорогая Зина Михайловна, учились вы у Герасимова. Да. И в Афгике. Да. И, соответственно, вы приехали в Москву. В Москве же никого не было. Тетя моя жила. Тетя. А вы жили у тети или в общежитии? Старшая мамина сестра. Три было. Так. Она работала на Лубянке машинисткой, моя тетечка, 30 с лишним лет. Вот. И жила на Судово-Чернобря. И я жила у нее все студенческие годы. Как вам повезло. Да. Вы были лишены вот этого студенческого... Я была лишена. Это вот даже общежитие вот эти все. Да, да, да. И однажды там ночевала, причем мы с Люсей Гурченко на одной кровати спали, потому что негде было больше. Да. Все, что было хорошего, было. И слава богу. Слава богу. Конечно. Дорогая Зина Михайловна, лук у нас отправляется в путешествие. Я бы назвал это луковые термы. Термы знаменитые. Сейчас будут... Вот лук у нас обжарится. Обжарится лук хорошо должен, правильно я понимаю, да? На большом огне. И масляца побольше. Масляца побольше. Знаете, мы используем оливковое масло. Маэстро де олива, это очень качественное испанское масло. В оливковом масле огромное количество всяких полезных вкусов. Я знаю, оно более полезное. Это у нас уже по-дворительски. Так, это по первой партии, да? Нет, это не партия, это просто частичка ее. Это не партия, это частичка. Да. Ячейка такая. Ячейка, да. Отлично. Пока лук жарится, он молодой, сочный, поэтому довольно долго. Так, что мы делаем? Тесто уже полежало немножко, повесило. Может быть, мы творожную часть делаем? Давайте мы пока... Ну, вот эти лепешечки, они слишком крупные для творога. А мы пока творог приготовим. А как его нужно приготовить, скажите? Размять, туда сахар положить, можно яичко. Так, сколько творога нужно? Ну, давайте в половинку положим. А какой творог? Вот такой твердый прямо. Вот, хорошо. Вот так, да? Да. Ну, можно и так, хватит. Хватит. Это же пределов нет. Так. Чем больше сделаешь, больше народу наслабится. Так, что дальше? Дальше сахар сюда. Так, хватит. Так, чуть-чуть сахара. Ага. Так. Чуть-чуть соли. Чуть-чуть. То есть и сахар, и чуть-чуть соли, да? И чуть-чуть, ага. Много даже надо. Давайте его посолить, а я остальное на следующий раз оставлю. Ага. И вот теперь ложечкой можно прямо растереть, растереть. Я думаю, не надо есть сок, потому что мало творога будет. Угу. Он и так эластичный, хороший. Да, хороший творог, так. Сейчас я сделаю лепешечки для творожочка. А у нас начинает уже зажариваться лук. Посмотрите, пожалуйста, Зинаида Михайловна, еще? Еще. Так. Сейчас мы сделаем. Я очень хочу хотя бы один вареник, но скрепить сам. Да, пожалуйста. Так. Это у нас для... А почему эти не подходят? Ну, они большие очень. Нужно поменьше, да? Ну, как правило, с картошкой покрупнее, эти поменьше. Оно и так стягивается, тесто. Хорошая мука. Хорошая, да? Хорошая. У меня мама была специалист по муке и знала, что если вызревшая пшеница хороших сортов, то и тесто будет хорошее обязательно. Если не дозрело, оно будет плыть, тесто. Ой-ой. Делайте лепешечки. А как? Вот так вот. Зинаида Михайловна, помогите. Да. Не оставляйте меня. А ничего, он уже сделан. А во время лепки его можно будет подправить, чтобы он будет... И что, и вот это вот хватит уже? Рубляйте аккуратненько. Или нет? Вот это уже есть размер? Вот это уже есть лепешка. Такой небольшие варенички такие, да? Конечно. Вот. А! Вот идеальная лепешка. И что теперь? Теперь я бы на чайной ложечке. Теперь вот смотрите. Так, держите. Вот, кладем сюда. Чем хороша картошка и творог, что можно побольше вложить. И оно легко, вот, с пальцев вот так на это. Вот так, сделаем. Вот, смотрите. Больше не надо, чтобы оно лепилось. Вот. Закрыть, да, вот так? Вот, закрываем и по краюшку лепим. Не прижимая далеко, а по краюшку. Он тогда будет аккуратненький. Видите, какой аккуратненький? Слушайте, давайте-ка мы похлопаем. А? Зинаида Михайловна. Смотрите. У меня, знаете, такой менее аккуратненький. А вот эти ушки делаете. Такой дурачок, знаете? Ушки делаете. А, ушки надо делать? Да, будет красиво, и они не росло. А вот, смотрите, какой. Ой, какой красивый. Сделайте мне такие же ушки. А как ушки делать, я не понимаю? Нет, подождите. Вот с этой стороны. Ну-ка. Это ж правая рука. Так. Вот так. Вот так заворачиваем. Слушайте, красота какая, посмотрите. Вот, видите, какой получился. Да, фантастический. Давайте похлопаем. Вполне. Слушайте, посмотрите, пожалуйста, Зинаида Михайловна, лук, чтобы мы не пропустили. Да, можно уже, да. Перекладываем весь лук вместе с маслом, да? Нет, не весь. Мы оставим вот так немножко, чтобы еще партию не жарить. Да. Для готовых. Потом готовые надо будет сюда и в луке тоже. Все, я понял. Все, тогда я сейчас, давайте, значит, какую-то часть оставляем, да? Да, 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 обязательно. А вот это все мы прямо сейчас вот сюда вместе с водичкой. Вот так вот. Вот столько я оставил, посмотрите. Хорошо. Все. Это у нас остается на сковородочке. Да, это потом мы варим. А вот это все, наверное, мы должны перемешать. Правильно я понимаю? Правильно. Весь этот лук. Я вам скажу, что вот эти вареники, их, конечно, муторно делать, если большая компания. Но еще случая не было, чтобы их хватило. Сколько ни сделай. Все мало. Все мало. Особенно, когда большая компания, ну, там по два достанется, даже крупненьких таких. Все равно это капля в море. Хочется больше. Так, так, так. Посмотрите, пожалуйста, дорогая Зинаида Михайловна. Еще? Попробуйте, что не хватает? Соль. Да вы что? Где соль? Нет, ну мы солили. А картошка вкусная. Картошку солили. А мы будем солить воду подварительно? И перчику туда. И перчику туда. Прямо сейчас. Вот так, по-моему, хватит. Попробуем еще. Так. Ароматненький. Да. И теперь, ну, как перья делаешь. Чтобы было понежнее, да? Ну да. Оно, во-первых, взбивается. А мы можем вот этой же штукой делать? Можно. Так. Слушайте, все. Не нужно, посмотрите, гуще не надо. Серьезно, жиже. У нас есть водичка из-под картошки. А теперь ложечкой надо перемешать, чтобы понять, соли достаточно. По-моему, да. Да? Угу. Слушайте, все, я перемешал. Так, а что я еще хочу предложить вам, дорогая Зинаида Михайловна? Так, поставить воду на творожные. Поставить воду уже под... У нас параллельно все идет. Хорошо. Надо было это раньше даже начать. Зажигаем газ. Хватит столько воды? Да, хватит. Хватит. Вот. Слушайте, дайте я просто прокомментирую, что у нас происходит. Вареники. Давайте мы вот эти доделаем, и хватит нам с творогом. Хорошо. А... Я тоже хочу... Нет, вот эти вот с творогом доделаем уже. Доделаем, доделаем. А как мы их... Знаете, только у меня просьба к вам такая. Давайте я сейчас буду их лепить, а вы будете косичку делать. Хорошо. У меня это не получается вообще ни при каких условиях. Самое главное, вот это частенько и вот так вот краешки. Вот сюда далеко не надо заезжать, а до лопаухи получаются. Вот с краешки соединяйте. Так, Зинаида Михайловна, оставляйте здесь... Нет, сейчас не оставляйте здесь. Рекламу? Зинаида, да, вы все верно поняли. Рекламу подавай. Вы думали, что она уже идет в течение всей программы. Нет. Зинаида Михайловна, вы продолжаете лепить вареники, вода закипает, начинка готова. У нас небольшая пауза, после которой мы вернемся. И вы знаете, что ментол в переводе с эстонского означает «хельга» звонючестковому. Вот затейник Виктор Петрович, вот хохмач. Сам уже, бывало, в метрополе сидит, а шапка его еще в пивбаре «Жигули» висит. Ридиард Киплинг, кошка, которая гуляла сама по себе. Дорогие друзья, смарт на Первом канале. У нас в гостях сегодня Зинаида Михайловна Кириенко, с которой мы приготовили уже вареники с творогом. И прямо сейчас заканчиваем лепить вареники с картошкой. Вот, я с вашего позволения. Нам осталось три штучки. Две разные воды у нас кипит. Нужно ли нам воду подсолить? Отсолить нужно и ту, и другую. И ту, и другую. Потому что вместе нельзя, эти луком будут пахнуть, а творог не нужно. Творогу не нужен этот запах. Этот запах, соответственно, в разной воде мы водим. Да, в разной воде. Но подсолить надо и ту, и другую. Так. Так, вот и все. Есть кое-что, что у меня совсем не получается в варениках. Это дорожка вот эта. Это делать вот эту косичку. Я прошу вас. Косичку, да. Секунду, сейчас прошу вас. Но зато так получается очень даже неплохо, Ванечка. Все, последний, последний. Давайте все, остановимся. И вот еще косичку сделайте здесь, пожалуйста. Вот видите, сколько времени ушло, а мы сделали их очень мало. Поэтому домом надо в круг делать. Я начинаю солить воду. Ну не надо, пересаливать. Пересаливать не буду. И чуть-чуть подсолим воду, в которой будет вариться воду. Видите, какие эти солидные варенички. Солидные, ребята. Ну потому что я их покрухнее. Слушайте, ну что, можно, наверное, уже и опускать в воду-то? Можно. Значит, я, с вашего позволения, начинаю опускать в воду. Это в маленькую костюню. В маленькую. Чтобы не развалились, мы их так будем аккуратно... Да, руками прямо вот так. Ну ладно, но я боюсь, а вдруг вот так вот раз... Сколько они варятся? Варятся-то быстро? Быстро. Пять минут? Сколько там? Не больше. Не больше пяти минут? Не больше. Сейчас, чтобы не слипались, надо помешать, да? Да, обязательно. Вот и вот, уважаемые зрители. Закладка первой. Не надо, не надо. Все. Сдвинул, все, пусть они закрепятся. Все. И? И эти можно. Вот так совсем. Ну вот так вот делаю. Раз. И туда. Опа. 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 Посмотрите, пожалуйста, почему никто не хлопает? Опа. Вот так. Так. А поместится? Поместится. Пожалуйста, кладите, все пойдет. Все пойдет. Теперь главное, чтобы они закипели быстро. А мы их крышечкой. Ага. А мы их крышечкой сразу раз. И чтобы быстрее закипело. Да. Это тоже, чтобы быстрее закипело. Так, Зинаида Михайловна, предлагаю сделать такую вещь. То, что вам знакомо лучше, чем всем нам, а именно искусство монтажа. Вот смотрите, хлопок. Представьте, я себя представляю сейчас Герасимова. Ага. Рядом со мной стоит испанница роли Натальи Мелеховой, Зинаида Киренко. Да. Рядом. И я говорю, эх, скорее бы вареники приготовились. Раз, два. Три, пожалуйста. Вы видите, монтаж. Ничего нет. Замечательно, да. И прямо сейчас. Прямо сейчас. Посмотрите. Вот они. Отлично. Водичка в стекло. Хлопайте, хлопайте вы. Какая красота. Хлопайте. Ни один не разварился. Видите, какие. Да. И сразу сверху. Вот, конечно. Сливочное масло не надо чуть-чуть на них? Можно, можно. Чуть-чуть. Для аромата, конечно. Прямо вот, прямо вот. Да. Вот так вот, чтобы. Вот прямо вот. Вот, вот, вот. Вот. Вот так вот. И главное, вот так можно вилочкой поводить. Поводите пока вилочки. Слушайте, а я, наверное, достаю вот эти уже, наверное, да? Да, да. Что скажете? Как вы думаете, готово уже? Думаю, ну пусть еще немножечко. Еще чуть-чуть. Все-таки тесто тут потолще чуть-чуть. Да, да. Но у нас, мы растопили, там, где у нас осталось немножко лука, растопили сливочного маслица. А, Ваня, смотрите. А почему никто не хлопает? Ну, смотрите, какая красота. А какая красота. Слушайте, я думаю, я думаю. А если попробую. А я думаю, что вот это готово уже. Перекладываем. Все, перекладываем. И чуть-чуть обжариваем вот в этом, да? Не надо. Нет, просто сейчас мы сделаем. Сейчас я их предложу все. Они должны всплыть. Они все всплыли. Вот так. Ну, немножко тесновато было. Тесновато было, да. Теперь смотрите, что я предлагаю. Это мы выключаем. Выключаем. А, сейчас, 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 сейчас. Это мы делаем вот так вот. Да, 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 да. И вот так вот. И вот так вот. Вот. Да, да. Вот. Вот. Там сейчас происходит, друзья. Вот там коммунизм уже. Чтобы было понятно, что происходит. И вот теперь мы это выключаем. Открываем. Смотрим. И прямо сейчас можем, наверное, при помощи уже вот этой штучки можно. А можно прямо вот так? Прямо вот так вот. Из сковородки раз и вывернуть. Ой, посмотрите. Если общее блюдо, раз и вывернул. Ой, посмотрите, пожалуйста. Ай, красота. Ну-ка, почему же никто? У нас даже все. Ах, какая красота. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот это, люб, какая бы компания ни была, кто бы там не сидел. Я бы так сказал, какая бы компания ни была, какой бы день недели ни был, съедя. АПЛОДИСМЕНТЫ Каким тонким бы вкусом они ни... Гурманы эти, да? Гурманили себя. Вот эти, в шивере. Это будет на первом месте всегда. На первом месте. Точно. Вот. Можете проверить дома. Только делайте как... Как прямо... Как завещанное. О, как завещанное. Как завещанное. АПЛОДИСМЕНТЫ Мы берем муку, разбиваем туда два яйца и сверху выливаем 200 граммов воды. И все, что получается, забираем из муки. Все тесто, да? Правильно? АПЛОДИСМЕНТЫ Параллельно мы отвариваем картошку, разминаем ее толкушкой. Огромное количество лука мы жарим. Большую часть мы добавляем в картошку. Да. Это все мы должны перемешать. Мы берем творог. Мы берем творог достаточно плотный, нежидкий. Добавляем туда немножко сахара, немножко соли. Все это перемешиваем. Тесто мы режем на сосиски. Сосиски разрезаем на маленькие... На лепешечки. На лепешечки. Их мы разминаем. Укладываем внутрь начинку. Все это мы варим в разной воде. С творогом в одной кастрюле, с картошкой в другой. После этого мы те, которые мы варили с картошкой, берем и прямо на сковородку с оставшимся луком туда растапливаем сливочное масло, все это перемешиваем, ставим на стол. А с творогом добавляем сметану, включаем видеомагнитофон и смотрим художественный фильм «Надежда» с вашим участием. С чего начнем? С картошечкой. Да, конечно. Я сначала попробую с картошечкой. Вот это с лучком, чтобы... Вань, по-моему, это ваш самый красивый. Да, мой самый красивый. Вот еще ваш. Смотрите, я возьму вот и возьму соленые огурчики. И вот так вот. Сказка. Вот это правильно, что надо его разрезать. А то я взяла и думаю... Ну, я не могу. Слушайте. Так, Вань. Да. Ну, товарищи, можно я заодно отведаю уже? И с творожком. Просим, просим вас, Зинаи Михайловна, и с творожком отведать. Я не могу еще. Но не горячий. М-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м. Я половину тебе нет. Очень вкусно. Очень вкусно. Дорогая, Зинаи Михайловна, мы не можем отпустить вас просто так. Вы нам наготовили столько всего. Всемирно известный производитель посуды премиум класса компания «Таповер» дарит вам набор изделий из коллекции «Аллегро» и сотейник от шефа с буклетом рецептов. Это вам. «Таповер» – ваш фирменный рецепт успеха. Мы дарим вам истинный шедевр домашней коллекции «Цоковыжиматель Борг» с гарантией 5 лет. Да что вы. У нас в гостях сегодня была всеми любимая легенда отечественного кино «Динаида Кириенка»! Аплодисменты! Лена Михайловна, сейчас к вам вернусь. Будем доедать и продолжать затракать. Друзья, с вами мы увидимся ровно через одну неделю. Когда вы нас посмотрите, узнайте, что «Хайус» в переводе с литовского означает «визажист». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!